Лохмотья. И мысль тоже тело иногда, она, красивая мысль, скрывается за лохмотьями слов. Очень неточных, неграмотных и так далее. И вот он, говоря, формулируя в своей голове, пытаясь формулировать свои возражения против теории прогресса, если я сравнивал, как я вам говорил, смысл смерти у крестьянина, крестьянин, конечно, идеальная воображаемая фигура у него, не предполагать, что у крестьянина действительно такой смысл. Заходи, ну да. В такого рода рассуждениях, как и до реальных лицах, в действительности всегда только фигуры речи. Что у крестьянина смысл смерти другой, чем у горожанина, включенного в движение прогресса. В движение прогресса. Я бы хотел привести это пример, чтобы пояснить вам одно свойство смысла всякого. что смысл, он не расположен в последовательности. И хотя он во времени, но он во времени чего-то неподвижного, то есть места. Я бы к этому вел. Что именно я хотел сказать? Вот представьте себе, что Толстой именно таким примером пользуется, но я буду его расшифровать иначе, что я ученый, ученый в какую-то коллективную деятельность, в которой по определению самой науки совершается следующее. я делаю что-то в предположении, что это завтра кто-то другой придумает лучше. Тем самым я все время устреллен в будущее. Я все время с поднятой ногой. И представьте себе, что я умираю. Смысла сегодня нет, потому что смысл завтра в моей голове. Смысла сегодня нет, смысл только завтра. Вдруг я умер до завтра. Тогда жизнь моя бессмысленна. Почему, как говорит Толстой, жизнь бессмысленна? Потому что смерть бессмысленна. В каком смысле смерть бессмысленна? Она обидная случайность. Она нелепость и абсурд. Почему? Она в структуре сознания, которая стоит с поднятой ногой. Все время. Впереди. Значит, смерть обидная случайность, которая подкосила меня. Или, как говорил Мандельштам, смерть скашивает меня, как монету. Представьте себе, что она раз, скашивает меня. Но если я располагал свою душевную жизнь в такой последовательности, то смерть, будучи абсурдной, нелепой случайностью, делает бессмысленной и жизнь. Потому что сегодня в ней не было смысла. Смысл не предполагался только завтра. Значит, Толстой идет к какому-то констатации факта, что наша душевная жизнь, в той мере, в какой она производит смыслы, устроена иначе. Не так смыслы существует. То есть смысл не существует в такой последовательности прибавления одного к другому. Но так, что сегодня с ней получает смысл только обратным светом от завтрашнего. Сосредоточьтесь на этом примере, потому что это очень важно. Он действует на этой структуре и в нашем социальном мышлении, в моральном мышлении. Вот представьте себе, что мораль зависит от успеха социального дела, в котором мы участвуем. Ведь вы так строите свою мораль. Ну, я имею в виду, в той мере, в какой вы имеете официальные слова и официальные доктрины для построения такой морали. Но обратите внимание, как там строится мораль. Очень просто. Морально то, что служит чему-то. Да? Но то, что служит чему-то, это что-то, чему служит. Оно ведь встанет на сегодня, но завтра, по определению. Мы строим светлое будущее. Так вот, есть ли смысл сегодня с него выявиться и появиться, родиться только от того, когда и как это будет светлое будущее, то, простите, да там и безнравственные существа сегодня. Независимо от того, эмпирически совершаемое злодеяние или не совершаем, у нас просто нет структуры нравственности. А это говорит о том, ну поскольку она у нас все-таки есть, это говорит о том, что действительная нравственность по своей структуре расположена, если она есть, расположена иначе. Она не расположена таким образом во времени. Последовательность. То есть, мы теперь понимаем, что есть разные вещи. Есть время как последовательность, а есть время места. Это время миг. То есть, наше время есть миг, но миг очень странный, внутри которого умещается целый мир. Ну, время молнии евангелическое. Есть миг, я вам это говорил. На малое время свет есть с нами. И все, что есть, все, что с нами будет, помещается внутри этого малого времени, здесь и сейчас. Древние говорили, вик это мук. Вик это мук. И Пруст обнаружил, что наше восприятие, простейшие акты в вашей душевной жизни, тоже устроено вот таким образом. Я все время маниакально вам выявляю одну и ту же структуру в совершенно разнородных областях. Ну, пожалуй, в какой имеет отношение мораль к эстетике. Ну, или как, художественную творчество. Ну, кроме того, как вы заметили, я вообще слово художественное творчество и эстетике не употребляю. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ни их терминов эстетических теорий не знаю, ни владею. Я просто пытаюсь передать вам, что я вижу, то, как читать это. То есть, действительно, в вашей позиции нахожусь. Вы ведь не обязаны заниматься эстетическими теориями, а вы читатели. И книги входят к вам, в вашу жизнь, как и в мою, как и в мою, в виде переживаний, равноправных, равноправных с тем впечатлением, которое произведет на нас реклама туалетного мыла. Я ведь говорил, что из рекламы туалетного мыла можно извлечь не меньше, чем из мыслей Пасхаля. И вот в этой точке, где мы оказались велики, сейчас и теперь, я повторяю, это относится и к восприятию. Почему относится к восприятию? И к творчеству. Да потому, что, ну, любое наше деяние, вот мы, находясь здесь и сейчас, мы хотим что-то сделать, например, написать книгу, или сообразить какую-то мысль. Это любое деяние представляет себе последовательность актов. Последовательность актов. А я утверждаю, если это запустим, что нечто существенное в моем понимании должно произойти, если произойдет, независимо от этой последовательности. Сейчас я еще с другой стороны попытаюсь это пояснить, а пока хочу ввести один пункт, который я... Тут много можно разных цитат привести.